Стражи порядка Появились следующие слова Верьте или нет, но я устрою этот массовый расстрел А где-нибудь в баре просто начну стрелять по толпе, как второй брейвик Делом занялись сотрудники криминального отдела Южной префектуры полиции В чьи обязанности входит расследование самых тяжких преступлений, в том числе и убийств И потому мы так и реагировали Потому что всем массовым преступлениям и в Финляндии, и в Швеции, и в Германии Все-таки были всегда какие-то намеки в интернете до того Мы точно так же реагировали пару лет назад В Тарту как-то угрожали массовым стрельбищем в школу среднюю И что самое главное, человек был чист, кристально чист перед законом до того После этого он наказуем в уголовном порядке Молодой человек себе испортил, скажем так, в будущем Очень многие рабочие места для него закрыты навсегда Рейн Кару написал свое сообщение с угрозами массового расстрела в Фейсбуке в 22 часа 21 сентября В полицию первые сигналы поступили ночью, а уже утром 22 сентября молодого человека задержали Несмотря на то, что в ходе обыска в доме Рейна Кару не было найдено ни оружия, ни взрывчатых веществ Следствие сочло, что даже виртуальная угроза в социальной сети является нарушением закона Она приравнивается к хулиганству, так же, как и, например, звонки с бомбовыми угрозами Сам 28-летний Рейн объяснил свой поступок потребностью во внимании Что ж, как минимум, внимание стражей порядка ему теперь обеспечено Хотя наверняка многие из 500 виртуальных друзей, что имелись у него в Фейсбуке до инцидента, теперь от него отвернутся В понедельник виртуальный террорист из Игева был признан виновным, получив год условно Плюс к этому суд обязал его обратиться к психиатру И в течение года он также будет регулярно вести беседы с констеблем по надзору Полиция особо отмечает в данном деле роль бдительных пользователей интернета, своевременно сообщивших о появившейся угрозе Напомним, что в данный момент в эстонской полиции имеется два констебля, патрулирующих интернет Они представлены во всех крупных социальных сетях и всегда готовы отреагировать на виртуальные угрозы Дмитрий Кукушкин, Титкарк, Первый Балтийский канал